Пиксели раскрашиваешь через JS, там RAST, который массив. Миллион долларов. Отлично, то есть есть идея вот с такой, типа, как shared image, да, можно сказать? Наверное. Shared canvas? Да, 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 canvas. Отлично. Мой враг развития сразу децинформал делать. Чего-то децинформал? Децинформал? Не знаешь? Читая, это, ну, как бы, это как этот, как его, блядь. Был там, из-за тайны реальность, которая, ну, сейчас она на эфире работает. Трехмерия такой красивый, да, у них там еще поле. Нет, у них там двухмерное поле сейчас, там, типа, там, 900-900, что-то такое. Моленкрафт Асиличев? Ну, я буду видеть следующую статью за 2 часа. Ну, реально сделать чат, ну, это децентрализованный, неубиваемый, который можно использовать везде и всеми, и с любого устройства. А он будет с полингом или с евентом? Он будет с полингом. Ну, в итоге все равно где-то полинг, да? Ну, то есть под капотом полинг? Да. Но мы думаем, попозже мы когда-нибудь через месяц, может быть, через пару недель предоставим WebSocket интерфейс. А то мне же еще и WebSocket нужны, мне вообще WebRTC надо. У меня игроки должны общаться с другом напрямую. Ну, они могут делать это для классических танцев. Ну, типа того, придется, видимо, какую-то очередь еще захерачивать. Там же есть очередь, ну, уже встроена, наверное, через session ID есть очередь. Нет, очередь, в общем, чат-чат придется реализовывать. Чат придется реализовывать. Да. Еще какие-нибудь идеи? Если мы говорим про всякие приложения Web, то можно сделать вундерлист с трейлой? Да, можно сделать. Можно сделать какой-нибудь в трейлой. Или там в металлкомках. Какие-нибудь, в общем, витрины со ссылочками. Я думал про эту дружку. Тодушку, да, отлично. Ну, там, так или иначе, одинаковый механизм, когда отправка сообщений, только как потом... Ну, то есть, это можно и трейл сделать, и слэк сделать тоже. Можно и Enigma сделать. А это что? Enigma — это такой сервис, который... А ты туда публикуешь пароль, и прочитать его оттуда можно только один раз. Соответственно, ты публикуешь пароль, посылаешь своему чуваку ссылочку, он его один раз оттуда вычитывает, и больше его оттуда вычитать нельзя. Да. Можно. На блокчейне. Как? Не знаю. Там, может, у Сану-Заник парк какие-то есть? Кто, может быть, у ребят есть там? Утожди, у кого-то вопрос. Правильно, я понял. Фот, который мы видим, он где-то запускается. То есть, никакие приватные данные, а он, может, выставл не может перевозить? Не может, да. Только открытые данные. Только открытые данные, да. Как блокчейн. Там еще тиндер кто-то говорил. Тиндер хорошая идея, да. Я открою свой списочек. Децентрализован, но там надо экономику приписать, и тогда можно запускать как бизнес проект. Тиндер с экономикой? Да-да-да, конечно. Сразу оплачиваешь там. Тиндер с экономикой, это классифай. Давайте я немножко расскажу, какие есть у нас E. У нас есть идея сделать морской бой, например, на Fluency. Когда игроки шифруют или хэшируют свои поля, и потом коммитит хэши. А когда какой-то клетке конкретно идет, они ее открывают. И таким образом вся, в итоге, все поле открывается у всех игроков. И валидируется на то, что было на колене или нет. Можно сделать, например, какой-нибудь файтинг такой, где ты выбираешь несколько действий, потом жмешь коммит, коммитится хэши. Твой товарищ, соперник тоже коммитит хэши. Потом вы их открываете, и происходит серия ударов. Надо закрепить ножницу бумаги, которой. Вот старые игрушки, кто помнит? Браузер, да, вот это оно. Да, можно делать любые веб-приложения. Мне очень близка идея сделать Android Play Store. Потому что, я не знаю, слышал ли его или нет, там бывает больно. В общем, банк. Такой, который нельзя модерировать, когда ты большая-большая компания. Децентрализован. Вот. Можно перенести Sci-Hub поиск, но для этого нужно подумать, как сделать, собственно, поиск. Потому что в LamaDB полнотекстового поиска по данным. Можно сделать этап комм. Ну и вообще любой вот такой ссылки с рейтингами с описанием картинки можно делать. А можно сделать библиотеку? Я вот понимаю, что покер, на самом деле, именно целиком покер не осилим. Но раздачу карты ходы, наверное, осилим. Да, можно сделать библиотеку в этом смысле, который другие люди сам используют. А потом уже придут джекеры, шлихеры. Было бы очень здорово, да. Если бы у вас получилось сделать какую-то заготовку по библиотеке, которую можно подключить. Сразу в гран-при. Ну да, именно, да. Если библиотека получится. Вот. Можно портировать все кисичные программки. Например, Sphinx поисковый движок, как Старша предлагал. Можно попробовать подписать Z-кейс на арке. Есть такой фреймворк Bellman, если вы шарите. Есть шанс, что он скомпулируется в WebAssembly и запустится на Fluence, но это надо уметь. Ну и Gambling, Blackjack, рулетка. В общем, такого рода идеи. Давайте мы, наверное, как-то... Собственно, давайте мы, наверное, устроим какой-то перерыв. Подумаем, пообсуждаем идеи. Вот. И потом...